МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Совет моего дома». Рассказываем, как благодаря взаимодействию жителей и власти можно решать вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и поддерживать порядок в городе. Кому доверить управление дома? Управляющие компании или ТСЖ или ТСН? Сегодня в нашей программе мы поднимем один из самых актуальных вопросов, возникающих у жителей. Кому доверить управление домом? Я представляю гостей в студии. Алексей Борисович Старостин, заместитель руководителя управления, развития, реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии, администрации городского округа Самары. И Виктор Иванович Чисовских, руководитель регионального центра ЖКХ «Контроль». Здравствуйте, уважаемые гости! Здравствуйте! Ну что же, тема у нас, как всегда в нашем эфире, мы обсуждаем актуальны. Поэтому давайте поговорим сегодня и на нее. Наверное, давайте начнем с определения понятий. Вкратце расскажите, пожалуйста, Виктор Иванович, давайте обращусь к вам. Все-таки что такое управляющая компания, ТСЖ, ТСН и ЖСК? Какие принципиальные отличия есть у этих форм управления? Ну, самое главное, наверное, принципиальное отличие управляющей компании от всех остальных ТСЖ, ТСН и ЖСК – это то, что управляющая компания – это коммерческая организация. ТСН, ТСЖ и ЖСК – это некоммерческие организации. То есть у управляющей компании главная задача – получение прибыли. У ТСН, ТСЖ и ЖСК нет, просто управление домом. Второе принципиальное отличие – это то, что управляющая компания для того, чтобы управлять домом, должна иметь лицензию на право управления домом. Она выдается Государственной жилищной инспекцией по решению лицензионной комиссии. Значит, в ТСН, ТСЖ и ЖСК, как правило, это наиболее активные собственники. То есть они сами принимают решения, мы хотим сами управлять своим домом. И сами определяют, как они будут это делать. Как это понятно, но на что? Они же не альтруисты, Виктор Иванович, согласитесь же. Они же тоже зарабатывают. Потому что вот когда управляющая компания, ставка содержания есть, да? И в этой ставке содержания есть такая функция, управленческие функции. Это те деньги, которые идут на содержание управляющей компании. А как правило, это директор, заместители, бухгалтерия, отделы начисления, главные инженеры и так далее и тому подобное. То есть затраты достаточно значимые. А в ТСЖ и ЖСК, там несколько другая ситуация. Там есть правление, которое работает на общественных началах. Там работает на зарплате, на вознаграждение только председатель. И здесь в ТСЖ могут принимать два решения. Первое. Либо они сами создают свой штат, либо они выбирают обслуживающую компанию. То есть заказывают какой-то компания выполнение тех или иных работ. Вот мы сейчас плавно... И это обходится дешевле. Да. Мы сейчас плавно переходим к обязанности управляющей компании ТСЖ и ТСН. Алексей Борисович, что входит в их обязанности, ну, как говорится, прописанным регламентом? Ну, что касается обязанностей непосредственно форм управления многоквартирным домом, по сути, они схожи у всех форм управления. Это управление многоквартирным домом, это осуществление работ по содержанию многоквартирного дома и проведение работ по текущему ремонту. Значит, в зависимости от формы управления многоквартирного дома, значит, данные обязательства выполняются разными способами. Да. Значит, ну, возьмем, допустим, управляющую компанию. Управляющая компания – это коммерческая организация, которая, значит, проходит неопределенную процедуру получения лицензии, и уже непосредственно лицензионная комиссия, в том числе, рассматривает, значит, позиции относительно управляющей компании по штату и так далее. То есть, управляющая компания – это структура, которая имеет у себя некий штат персонала, слесарей и некие материально-технические ресурсы для проведения работ по управлению и текущему ремонту многоквартирного дома. И за выполнение этих работ этими людьми платят жители? Да, конечно. За выполнение, соответственно, ну, начисляется также соответствующая зарплата тем же слесарям, тем же, соответственно, водителям. Значит, и данная зарплата, естественно, платится из средств, которые собираются собственникам по статье содержания. Но мы же сейчас не имеем в виду один конкретно дом, да? Ведь все эти деньги распределяются между всеми домами, которые входят в управляющую компанию. Конечно, да. Поэтому чем больше управляющая компания, тем больше у нее, соответственно, многоквартирных домов, тем она может больше позволить себе, значит, штат на проведение работы, и тем больше, соответственно, качественнее оказываются услуги. То есть у управляющей компании, крупной управляющей компании, в наличии может быть своя, соответственно, аварийная диспетчерская служба. Значит, свой штат сотрудников, в том числе ИТР, да, который непосредственно планирует проведение текущего ремонта. Штат сметчиков самостоятельный, который обеспечивает расчеты и дальнейшее согласование с собственниками и так далее. Техника наверняка имеет и своя в собственности, да? Конечно, да, техника, которая обеспечивается, да, содержанием прежде всего. Поэтому, если, значит, в иных, смотри, случаях, то эти материально-технические ресурсы и штат, он тоже присутствует, но уже на правах аурсортинга, то есть привлечения. Ну вот, в принципе, основные обязанности, да, которые и каким образом они осуществляются. То есть если взять ТСЖ, ЖСК и ТСН, ну, ТСН – это маленькая отдельная тема, то в данном случае, как правило, да, ТСЖ и ЖСК, они осуществляют привлечение специалистов для осуществления функции управлением и содержанием на квартирном доме. Дома. Ясно. Ну вот в чем преимущество управляющих компаний? Мы сегодня не расхваливаем, не рекламируем ту или иную форму содержания дома. Мы говорим о реалиях. Поэтому давайте сейчас начнем с преимуществ управляющих компаний, ну и потом озвучим, конечно, минусы. Ну, основным, наверное, преимуществом управляющей компании является то, что управляющая компания, она осуществляет свою деятельность с согласованием собственников, значит, по планам собственников и имеет возможность проводить работу, скажем так, согласованную собственником на решение общего собрания по заранее утвержденным планам. Если взять, допустим, ТСЖ, то основное решение всех вопросов принимается активом. То есть здесь необходимо иметь определенный актив, который, значит, будет инициировать проведение тех или иных работ и так далее. В управляющей компании есть определенные, соответственно, специалисты, которые скажут, что этому дому необходимо сделать то, необходимо сделать то, и тем самым инициируют на собрание, выносят вопросы наиболее поврежденных элементов, которых необходимо поменять. Ну, в данном случае это преимущество, да, то есть то, что это коммерческая структура, которая может квалифицированно разъяснить собственникам о необходимости замены тех или иных узлов и агрегатов в рамках содержания либо текущего времени. Которые необходимы. Виктор Иванович, вам достались и минусы. Нет, я добавлю еще плюсы. Да, добавлю плюсы. Ну, то, что вы сейчас говорили. Первое, то, что в управляющих компаниях работают профессионалы, или должны работать профессионалы, это первое. В добросовестной управляющей компании. Да, чем больше домов, тем больше средств у этой управляющей компании, то есть она может лавировать этими средствами между домами и прочее, выполнять те или иные ремонты. В качестве недостатка, опять же, большое количество домов, это тоже в свое время, в то же время недостаток. Большое время нагрузки, конечно. Почему? Потому что количество специалистов надо увеличить, а если их мало, то они просто не успевают выполнять те или иные виды работ. Ну, и так как она коммерческая организация, вот я еще раз повторю, в строке содержания есть управленческие функции. То есть часть денег управляющая компания берет на себя. И это порой достаточно серьезные деньги. И не всегда она отчитывается о том, что делает. Почему у нас много вопросов о жителе и к управляющим компаниям? Да потому что они, в принципе, не всегда работают с жителями. То есть они не рассказывают, а что они делают. Она может управляющей компанией много делать, но если она об этом не говорит... И не всегда эти работы на виду, верно? Да, совершенно верно. Это есть подвал, чердак, там, где не видно этих слесарей или рабочих. Дальше. Работа с советами домов, с теми же председателями советов домов. Но здесь, мне кажется, зависит от председателей домов и советов домов. В том числе нет. Если они активны, значит, управляющая компания будет идти на встречу. Но и управляющая компания должна проявлять анти... Разумеется. Почему? Потому что если вы не работаете с председателем совета дома, то председатель совета дома настроен против вас. Конечно. А раз он настроен против вас, значит, он будет, в конце концов, ставить вопрос о смене управляющей компании. И этот дом уйдет от вас. Вы согласны, Алексей Борисович? Конечно, безусловно. Да. Ну что же, давайте перейдем к форме ТСЖ. Расскажите, пожалуйста, как его создать и кому она подходит. Значит, ТСЖ – это некоммерческая организация. ТСЖ – это объединение собственников в целях управления своим общим имуществом. Решение об этом должно приниматься на общем собрании собственников. Собственники должны принять решение о выборе способа управления ТСЖ. ТСН – это общее название, организационно-правая форма ТСН. А реально – это ТСЖ. Что ТСЖ, что ТСН – в принципе, все одно. Да, одинаково. Почему? Потому что в жилищном кодексе нет такого понятия ТСН. Есть одно в гражданском кодексе. Но, значит, дальше что происходит? Решение общего собрания, на котором приняли решение о создании ТСН. Дальше принимается решение о выборе членов правления ТСН, ТСЖ. А дальше из числа членов ТСН или ТСЖ выбирается председатель. Избирается ревизионная комиссия. Это та комиссия, которая будет осуществлять контроль за деятельностью. Обязательно ли это должны быть собственники этого жилья? Обязательно. И в правление, и в ревизионную комиссию. Только собственники. Только собственники помещений. Жилых и нежилых, подчеркиваю. То есть, дальше этот протокол передается в налоговую инспекцию, регистрируется, ему присваивается статус юридического лица. Они оповещают государственную жилищную инспекцию. Государственная жилищная инспекция этот дом выводит из лицензии управляющей компании, где они были. И они начинают работать. Сейчас продолжим. Дом образцового содержания по улице Ташкентской, 135-Б, по праву можно назвать таковым. Несколько лет назад жители создали ТСЖ и нисколько об этом не жалеют. Активность жильцов – важная составляющая эффективного управления. Подробности в нашем сюжете. Дом, который находится под управлением председателя ТСЖ «Ташкентская» Аделины Лемесовой, выгодно отличается от своих соседей. Отличный ремонт, чистота, ухоженность, современная инфраструктура. Аделина Трофимовна возглавляет товарищество собственников жилья уже 15 лет. Председатель рассказала, как ей удается содержать жилье в таком превосходном состоянии. Благоустройством мы занимаемся постоянно. Это наша работа. Мы принимали участие в двух программах содействия. Сделали дополнительные парковочные места для наших собственников. Благоустроили детскую площадочку. Сделали новое асфальтирование тротуара. Сделали входные зоны. Установили видеонаблюдение. Поставили в подвале, установили погодозависимую автоматику. Что позволяет нам экономить до 30% средств наших собственников на отопление. Помимо этого, ежедневная работа по содержанию жилья. Уборка лестничных площадок, обработка, профилактика. В доме нет аварий, потерь и энергоресурсов. На этом и экономим рассказывает Аделина Лемесева. И все деньги вкладывают в благоустройство. Мы благоустроили пост консьержа. У нас на посту консьержа установлены пульт пожарной сигнализации, видеонаблюдение. Раз люди решили, и на общем собрании все это голосование было, как говорится, это ТСЖ решает все вопросы общим собранием. И все протоколы у нас уходят и в ГЖИ, и везде. И размещаем на сайте. Для справки, ТСЖ – это некоммерческая организация, выполняет прямые поручения жителей. У председателя ТСЖ «Ташкентская» все документы, платежки – все есть. По первому запросу жильцов она предоставляет бумаги. Все средства, собранные из собственников, используются строго по назначению. Председатель ТСЖ вместе со своими жителями хорошо здесь внедрили систему энергосбережения на доме. Поэтому это пример для соседних домов, он довольно-таки интересен, потому что это все отражается на бюджете каждой семьи. Аделина Лемесева о системе энергосбережения узнала на семинарах «Мой дом». На одном из последних семинаров в Кировском районе председателям рассказали о новом приложении госуслуги «Дом». По мнению активистов, появление новых сервисов повышает заинтересованность жителей в вопросах ЖКХ. Проект «Мой дом» направлен в том числе на повышение прозрачности процедур управления многоквартирными домами, чтобы у жителей не было сомнений в правильности принимаемых решений, коллегиальности их. В этом очень помогают собрания в онлайн-формате, собрания собственников, жильцов. В сознании каждого жителя дома, независимо от форм управления, управляющей компанией, ТСЖ, ЖСК или ТСН, должно присутствовать осознание того, что именно он является важным лицом, который может принимать решение, и от которого зависит будущее дома. Ну что же, Алексей Борисович, у меня вопрос к вам. Как и в управляющей компании, в ТСЖ могут оказаться некомпетентные люди, жильцы могут быть неактивными, что приведет, конечно, к сложностям в принятии важных вопросов по эксплуатации и содержанию имущества МКД. Скажите, пожалуйста, а вот что тогда делать в этом случае? Ну, в этом случае непосредственно есть определенные требования у нас Жилищного кодекса, которые четко говорят, что любое вмешательство на квартирный дом, в том числе текущий ремонт, они необходимы, работы должны проводиться в соответствии с решением собственников. То есть необходимо проводить общее собрание собственников, на котором собственники принимают решение непосредственного проведения тех или иных работ. В данном случае, конечно же, в случае, если это проводит управляющая компания, то есть присутствует представитель управляющей компании на общем собрании, где дает разъяснение собственникам о необходимости проведения тех или иных видов работы. Значит, в случае, если появляются вопросы у собственников, даются компетентные ответы. Почему? Потому что есть определенные сроки эксплуатации тех или иных коммуникаций, допустим, значит, это система теплоснабжения, система электроснабжения и так далее. Есть определенные участки, которые подвержены, соответственно, коррозии и выходу из строя. И уже управляющая компания, составляя ведомость объемов работ, дефектовку так называемую, может компетентно донести прям непосредственно те виды объема работ, схематически изобразить и, значит, на решение общего собрания. В том случае, если какие-то вопросы появляются, соответственно, они разъясняются тут же. Что касается непосредственно ТСЖ... ТСЖ, если не активный там вот председатель взялся за работу, а потом надоел, поигрался и бросил, что? Ну, в данном случае это решение принимается аналогично, что и с управляющей компанией, решением собственников. Значит, также доводится мысль в том случае, если собственники, значит, уходят, либо не идут на контакт с председателем ТСЖ, есть две формы непосредственно проведения общего собрания. Заочные-очные, да, где на очной форме озвучивается непосредственно повестка, и уже непосредственно сотрудники ТСЖ, того же проходят либо управляющей компанией по собственникам, доводят ту или иную информацию о необходимости проведения работы и принимают соответствующие решения. Скажите, можно ли уйти из ТСЖ в УК в управляющую компанию и из управляющей компанией создать ТСЖ? Есть ли такие практики? Можно, да. Жилищным кодексом предусмотрено, что собственники в любое время могут изменить способ управления. Что такое способ управления? Это управляющая компания, ТСЖ, либо непосредственный способ. Вот у нас три их существуют. То есть собственники, если их не удовлетворяет работа ТСЖ, допустим, они должны, первое что, подумать о том, чтобы сменить правление и сменить председателя, и попробовать по новой поработать. Если это не помогает или нету таких активных людей, то они просто на общем собрании собственников принимают решение о смене способа управления на управляющую компанию. И выбирают управляющую компанию, договаривают с ней, обговаривают условия договора, ставку содержания и принимают это решение. Заключают договор и уже начинают работать. А вот у меня вопрос по тарифам. На некоторые работы для ТСЖ, ведь они могут оказаться выше, чем для крупноуправляющей компании, которая может снизить стоимость услуг благодаря большому объему заказов. Виктор Иванович, прокомментируйте такое. Может быть и такой вариант, да, смотря какое ТСЖ. Вот когда к нам обращаются собственники, говорят, как мы хотим создать ТСЖ. Первый вопрос, который я задаю. Какой ваш дом? Вообще площадь дома, собираемость платежей, активность жителей, да? Почему? Потому что в маленьких домах создавать ТСЖ нецелесообразно. Они просто не выживут. Нормальный большой дом, да? Там, да, действительно, собираемость приличная. Активность еще и не один, рядом располагающийся. Совершенно верно. Тем более, вот смотрите, ТСЖ может выполнять работы как? Либо оно свой штат собирает, слесарь, электрик, дворник и прочее, прочее. Либо они могут принять решение и заключить договор с обслуживающей организацией. То есть организацией, которая будет выполнять им эти работы. Но самое главное, я всех предупреждаю в этом плане, чтобы деньги собирала ТСЖ. То есть ТСЖ заказывает виды работ обслуживающей организации. Кстати, обслуживающей организации в данном случае лицензии не требуется. Обслуживающая организация выполняет работу, ТСЖ им оплачивает. Не выполняют, не оплачивают. Ну, ТСЖ юридическое лицо, это и понятно. Совершенно верно. И второй вариант, еще один момент, вот по поводу, опять же, ТСЖ. Чем хорошо ТСЖ, что вот этот штат можно держать, допустим, на полставке? Почему один слесарь может работать и в другой управляющей компании, и в соседнем ТСЖ? То есть здесь можно сэкономить. Председатели правления ЖСК – это люди, от которых зависит состояние многоквартирного дома и комфорт жизни в нем. Как работает председатель и почему их дома преображаются до неузнаваемости, узнаем в нашем сюжете. Адрес – Ташкентская, 83. Улица Ташкентская, 83. Жилищно-строительный кооператив в этом доме создали еще в советские времена. Дом был пущен в эксплуатацию в 1974 году, и жители в основном живут здесь с момента заселения дома. То молодое поколение, которое сейчас к нам прибывает, они принимают наши правила, они принимают наши, скажем, такие особые жизнедеятельные условия проживания. Им очень нравится. За полтора последних года у нас обновился дом и въехало 8 молодых семей с детьми. По словам председателя ЖСК, в их доме особый микроклимат. Их дом – это особый ячейк общества нашего города Самары. Жители совместно с председателем ведут плановую работу по улучшению качества проживания жителей, принимают участие в региональных и федеральных программах по благоустройству. В 2020 году мы поучаствовали и смогли при содействии поддержки главы Кировского внутригородского округа Рудакова Игоря Александровича поучаствовать и в следующих конструктор двора и содействия. Это полностью асфальтирование придомовой территории, создание парковочных мест, тротуарные дорожки расширили, расширили базу для удобства жителей не только нашего дома и прилегающих домов, потому что дорога наша ведет на рынок. Установили видеонаблюдение для четкого, безопасного пребывания людей на территории. Далее в 2020 году накопившиеся средства на капремонте у нас имеется свой специальный счет. Мы смогли произвести замену лифтового оборудования в первом и четвертом подъездах. А в данное время у нас идет замена лифтового оборудования во втором и в третьем подъезде. Также при въезде во двор дома со стороны улиц Ташкинска и Карла Маркса установили два шлагбаума. Это прекрасная вообще установка в нашем дворе. Раньше шлагбаумов у нас не было. И вот у нас по улице Ташкентской в часы пик всегда пробка здесь. И у нас всегда был вот через наш двор объезжали пробки. Здесь у нас и детишки. И ставили все подряд, конечно, машины. А сейчас вот шлагбаум установили. У нас все спокойно, тихо. Мы ставим для себя задачу, прежде всего, это поддержка инициатив населения. Где инициатива населения имеется, где они сами активно проявляют себя в части благоустройства и создания комфортных условий проживания, мы, естественно, идем к ним навстречу. И оказываем всяческое содействие для дальнейшего выполнения каких-либо работ. Немаловажную роль в обучении председателей ЖСК, ТСЖ, ТСН и УК играют и семинары «Мой дом». Светлана Анатольевна постоянно посещает их и рассказывает жителям о тех новшествах в законодательстве, о которых узнала на этих встречах. Женщина признается, что польза от семинаров огромная. Проект «Мой дом» реализуется в Самарской области по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Зарова с 2021 года. Этот проект зарекомендовал себя среди жителей. Его цель – это повышение правовой грамотности по управлению многоквартирными домами, прежде всего старших по домам и всех других активистов, которые неравнодушны к тому, как содержится общее домовое имущество. Этот дом – маленькое предприятие, за которое лично отвечает председатель ЖСК. Важно, чтобы каждый его житель понял, что подъезды и придомовая территория – все общее имущество, его нужно беречь, благоустраивать и относиться с любовью. Жители этого дома это понимают и с удовольствием помогают благоустраивать двор и следят за его чистотой. Алексей Борисович, вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, как пожаловаться на ТСЖ? Как пожаловаться на ТСЖ – это, наверное, все-таки крайняя мера. То есть в основном, если взять на данный момент действующие ТСЖ, то в каждом ТСЖ, соответственно, есть определенный домовой чат и все текущие вопросы, которые в ТСЖ возникают, они, как правило, решаются на уровне уже непосредственно жителей общения с председателем. Есть определенные ТСЖ, где идет определенное там несогласие некоторых собственников с правлением ТСЖ. Так, вот я к этому, кстати. Да, да. Есть такие дома, естественно. Здесь данные вопросы, они решаются, соответственно, путем обращения вышестоящей инстанции. Это у нас государственная жилищная инспекция, которая имеет возможность разбирать то есть есть сфера влияния на ТСЖ. Разбирать вопросы жилищные, да, в том случае, если нарушаются жилищные права и законные интересы граждан, и, значит, непосредственно граждане, недовольные правлением ТСЖ, имеют непосредственную, соответственно, возможность обратиться в государственную жилищную инспекцию. Вот здесь совет очень даже ценный и дельный, а вот скажите, как правильно выстроить общение с управляющей компанией? Ну, здесь необходимо прежде всего ориентироваться на старших по домам и старших по подъездам. То есть в любом случае старший по домам председатель, царь и бог. Есть определенные, соответственно, правила работы с управляющей компанией, которые каждый собственник должен понимать. Ну, есть определенные позиции, да, допустим, недопоставки коммунальных услуг, выражающиеся непосредственно фиксации тех или иных услуг, то есть, грубо говоря, в случае, если была услуга не предоставлена и не зафиксирована, то и управляющая компания, к сожалению, не сможет ничего здесь выполнить. Необходимо соответствующее обращение в адрес управляющей компании, вызов того же слесаря, мастера и так далее, значит, на док, где идет фиксация непосредственно той услуги, которая была недопоставлена, будь то холодная вода, отопление или еще что-то. И только после непосредственного составления акта с фиксацией непосредственно управляющей компании идет обращение, где идет перерасчет. И такая процедура, то есть, участие управляющей компании в доме, она осуществляется по всем позициям, да, то есть, это выполнение текущего ремонта, идет приемка выполненных работ, в том числе и управляющей компании, активом дома, выполнили ремонт розлива, выполнили ремонт лифтового оборудования, Также идет, осуществляется определенная приемка с фиксацией данных работ. В отношениях между собственниками и управляющей компанией основной документ это договор управления. Я бы просто, да, я просто хотел бы еще раз обратиться ко всем председателям Советов домов, да, к активным собственникам. У нас в области разработан модельный договор управлением на квартирном доме. Это депутаты губернской думы, ГЖИ, общественная палата и ЖКХ контроль его разработали. Сейчас мы его совершенствуем. Но даже тот договор, который сейчас работает, он предложен всем управляющим компаниям. Там целый раздел есть взаимоотношения собственников и управляющей компанией. Там все четко прописано, кто что должен делать. Один из главных вопросов я подготовила в конце передачи, а он вот таков. Какова роль обучающих семинаров, проходящих в рамках проекта «Мой дом», Алексей Борисович, в формировании правовой грамотности как раз председателей и управляющих компаний МКД, ТСЖ, ТСН и ЖСК? – Что касается непосредственно роли проводимых семинаров, она, безусловно, очень важна. Почему? Потому что она повышает правовую грамотность собственников в общении и в рамках управляющей компании, и в рамках ТСЖ. И собственников по данным семинарам непосредственно прививаются те необходимые нормативно-правовые инструменты, те необходимые действия, те необходимые образцы документов, которые позволяют общаться, выстраивать грамотное общение непосредственно с той структурой, которая у вас управляет МКД. – Да, вот сейчас опять же вышло новое приложение «Госуслуги дом», да, и вот на семинарах активно его продвигают, рассказывают о его работе, и жители, что удивительно, я просто несколько раз снимала такие сюжеты, очень много, очень активные жители приходят, слушают, задают вопросы, семинары растягиваются на часы буквально, и люди не ходят, потому что им важно знать, как эффективно управлять своим домом. – Ну, вы смотрите, да, я хотел добавить, вот по поводу обучения вообще, ведь вся проблема в отношениях с управляющей компанией, с ТСЖ, да, у собственников возникает из-за того, что они не знают. – Да. – Вот эти семинары, и, кстати, семинары, которые проводит Коалифационный центр ЖКХ энергетики, тоже в этом плане, они вписываются в эту канву, да, они помогают собственникам узнать, а что говорит закон, и они с точки зрения закона уже могут говорить нормальным языком, понятным управляющей компанией и ТСЖ. – Благодарю вас за интересную беседу, спасибо большое. Это была программа «Совет моего дома», я надеюсь, что ответы, которые озвучили мои сегодняшние гости, были для вас исчерпывающими. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте «Совет моего дома» и направляйте туда свои вопросы, отвечать на них будет в эфире программа. На этом все, всего самого доброго, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok